Чернобыль замолчивает эту тему, грамадство все больше губляет и цикавость, а тем часом отбываются маленькие Чернобыли и по Беларуси. Мы уже забыли, что такое беда, что такое экология, и вот уже в Берасте будет аккумуляторный завод. Просим сейчас микрофона одного из организаторов протеста с упрость будовництва Берастейского аккумуляторного завода Александра Кабанова. Добрый день, друзья! Раз-раз! Александр Кабанов, город Береза, приехал сюда для того, чтобы рассказать вам немножко о том, что происходит непосредственно в городе Бресте. Я первый раз на таком мероприятии, вот на Чернобыльском шляхе, скажем откровенно, и в экологии, в проблемы экологии никогда не вникал в принципе. То есть мы, я блогер, мы работаем на канале Народный репортер, мы больше показывали действия чиновников, властей, милиции, о каких-то там разных фактах коррупции. И вот после Нового года мы коснулись темы экологии. И то, что происходит у нас в стране, на самом деле, когда в это все начинаешь влазить, начинаешь изучать документы, начинаешь изучать факты, начинаешь изучать ответы чиновников различных там, из самого верха, из самого низа. Начинаешь понимать, что Беларусь превращают в страну отходов, в страну свалки, в страну неблагополучных в экологическом плане производств. В Бресте, в Брест, все брещане говорят, в Брест пришла беда. Жители города Бреста насобирали более 40 тысяч подписей за отмену строительства данного предприятия. Это, хочу рассказать, это аккумуляторный завод полного цикла, полного цикла, то есть там будет ваяться свинец, это одно из самых опасных веществ. Значит, проблемы большие с отчетом воздействия на окружающую среду, плюс эта компания уже успела нагадить в Зеленом Боре, значит, в самом городе Бресте, и реакции властей нету никакой, абсолютно никакой. Вот, пользуясь случаем, приехал сюда для того, чтобы, ну, знал, что будет много прессы, значит, в это воскресенье, в 12 часов дня, в городе Бресте будет митинг. Женщины против свинца. Поэтому приглашаю всех, кто сможет приехать, экологов, зеленых, значит, в прессу, само собой, приглашаю на этот митинг. Сейчас работает инициативная группа, готовят выступления, распространяют информацию в соцсетях, распространяют листовки. И вот, поддержите Брещан, приезжайте, кто сможет, рассказывайте это своим знакомым, друзьям, звоните, приглашайте, вот, потому что нам нужна сейчас ваша поддержка. А такое мероприятие, как Чернобыльский шлях, к сожалению, могу сказать, что может превратиться еще и в островецкий шлях, и в берестейский шлях. С таким отношением, как это происходит у нас, это может все случиться и не за горами.